Сетка вещания Сетка должна быть подготовлена в любом случае на базе и основе измерений. На научной базе это должно случиться. Научная база что в себе подразумевает? Рейтинги должны быть известны абсолютно. Какого характера, какого жанра передачи нужны зрителю? Какой классификации передачи на сегодняшний день существуют, которые могут для следующего сезона оставаться в эфире? В каком отрасли, допустим, нехватка? И самое главное, это все на уровне определения целевой аудитории, на уровне того, какие приоритеты у зрителя в целевом направлении. И самое главное, это все должно быть соприкасаемым с законом обещателей, потому что обещатель это иной формы обещателя телевизионного и радио. У нее есть свои обязательства. Она обязуема перед народом, перед населением. Нужна, чтобы, первое, было бы управление системой, планирование сетки сезонной. Нельзя, чтобы в протык, доходя уровня дедлайна, начинать думать, что будет у нас в сетке. Это должно быть обоснованно. Программа не должна попадать в эфир ни с того, ни с этого. Вот кто-то взял, придумал и сказал, что вот мы сделали какую-то программу, принесли на телевидение. Кто-то там, один человек ее осмотрел, решил и взял, поставил в эфир. Сказал, что вот все, эта программа уже в эфире существует. Она заняла свое место в эфире. Любая программа должна проходить системную ступенчатую мониторинг перед выходом в эфир. Это весь цикл, сопутствующий выхода конкретного продукта в эфире, его целесообразность. Насколько она соответствует теми параметрами своего внутреннего, внутренней архитектоникой, тем задачам вещателя, чтобы она не была бы выпавшей из контекста вещателя, чтобы она не продублировала бы другую передачу, чтобы эта программа была бы не жесткой, а гибкой по своему внутреннему строению. И плюс визуальная часть. Визуальная часть подразумевает все в себе. Операторскую работу, ресурсскую работу, авторскую работу, работа ведущих. Продолжение следует... Продолжение следует...